Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем, начинаем урок, традиционный урок Торы. Всем доброе утро! Все, мы продолжаем изучать книгу Мишлей, притчи царя Соломона. И с нами Вячеслав Лапшин из Владивостока, что очень рада. Девяр Денивня, да, весь мир. Очень мне приятно всегда читать, когда вы пишете, откуда вы, шалом откуда. Если шалом из Владивостока, то это меня страшно радует каждое утро. Потому что, когда ты сидишь в Тиеве, и кто-то тебя слушает во Владивостоке, это просто еще раз показывает, что мы живем в эпоху реализованных чудес. Просто мы это не ценим, не замечаем. Как-то все время в пылу какого-то забот каких-то, еще чего-то. Не замечаем, что я говорю в Тиеве, а он слушает во Владивостоке. И это чудо, это реальное чудо, невероятное. Яков Шатанин из Иерусалима, Максим Перенчук, шалом из Тиева, Мария Кременецкая, шалом, всем шалом, да, то есть со всего мира. В основном пока Тиевы, Владивосток. Хорошо. Измаил, Деоргий Ньюния, Измаил. Итак, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Он писал это около 3000 лет назад в Иерусалиме. Значит, первая глава была о том, что для чего надо постигать Тору, что такое Тора, что такое хохма божественная мудрость, что такое бина, даат. То есть мы разобрались в терминологии в первой главе. И если вы пока не разобрались в терминологии, то посмотрите, пожалуйста, первую главу, несколько уроков, чтобы вы поняли разницу между хохма, божественная мудрость, между бина, это логика, сообразительность, это уже свойство ума, и даат, это постижение, цельное постижение того мира, в котором человек живет. Доброе утро, Ривка Бендусевич из Иерусалима. Все. Значит, еще раз. Хохма, бина, даат. Это три слова, которые в русском языке переводятся одним словом, мудрость. А в иврите это три разных абсолютно качества ума. Божественная мудрость, это аксиомы, которые мы приняли от Бога, знание Торы. Бина, это свойство ума, которое позволяет строить, делать причинно-следственные связи, делать выводы. И дат, это цельная картинка, постижение, уже готовая картина, которую человек воспринимает, мироздание. Но он должен понимать, что вот эта картина, какой бы четко она ни была, он и есть тот, кто ее построил. На основе своих выводов и на основе своих привычных моделей сборки реальности. То есть, русский человек, русскоязычный, он на русском воспринимает мир, там не русскоязычный на другом языке, понятная идея. Теперь, дальше, сразу нас царь Соломон предупредил, что есть силы зла. Это была первая глава. Есть силы зла и предупредил теми методами, которыми они работают. Силы зла работают внутри человека. Внутри это злое начало называется, это его животная инстинктивная природа. И силы зла работают снаружи. Это то, что называется сатан, внешнее зло. Понятно. Теперь и есть злодеи. Злодеи это люди, которые делают то зло, которое Бог назвал злом. То есть, именно Бог сказал, что есть зло, есть добро, и Он назвал, дал каждому из них определение. И злодеи это те люди, которые осознанно делают зло, идут против Бога. Есть из них две категории. Одна категория называется грешники. Грешники, кто идет против Бога, это ксиль. Ксиль это тот, кто называется грешник по вожделению. И есть Ивэль, это грешник по интеллектуальному сомнению. Такой скептик. Ивэль это скептик от слова олай на иврите, который сомневается в том, что то, что есть Бог, что Бог сказал делать, что добро это добро, зло это зло. Все. Теперь дальше, во второй главе, в начале мы изучили уже то, что Бог, который является источником мироздания, создателем, творцом, создателем всего мироздания и всей энергии, которая его наполняет, такое слово энергия. То есть он дает вот эту вот силу, которая в виде атомной энергии, она есть во всем, да, атомная там, внутренняя энергия, которая есть во всем. И он же создал структуру, которая, которая является всем этим мирозданием. И вот мы дошли до того, что седьмой отрывок, второй главе, что Бог уцпон лейшарим тушия, что он сохраняет для цадиков, для прямых свое влияние в каждом поколении. То есть в каждом поколении есть люди, которые имеют доступ в центр управления вот этот вот. То есть Бог, он, есть Бог-творец, создатель непостижимый, и дальше Бог, он структурируется во всесильного. То есть есть Бог-творец, создатель непостижимый, есть Бог-всесильный, хозяин, да, хозяин мира, царь, который всеми силами, вот все вот эти вот законы, то, что мы называем природа, или есть эти люди, которые говорят, вселенная мне поможет, да, они называют вот эту вот проявленность, они называют всесильного, они называют природа или вселенная. То есть это вот этот вот набор всех законов природы, которые Бог установил. Интересно, что так как все же это происходило на языке Торы, то на языке Торы элотим, вот это вот слово всесильный, и само слово природа, это одно и то же числовое значение. То есть это два слова, которые, они звучат по-разному и пишутся по-разному, но числовое значение у них одинаковое. Природа и всесильный, это как одно и то же, одно и то же, можно так сказать, да? Только те, кто говорят природа, они не подразумевают, что есть тот, кто эту природу создал, запрограммировал и ей управляет. И тот, кто может эту природу в любой момент изменить, так как он хозяин этой природы. А религиозный человек, он знает, что есть создатель, есть творец, есть всесильный, но создатель и творец, его еще называют на русском языке такое слово Господь, Господь Бог, Господин. А на иврите это Адонай, Адонай звучит, тоже Господин, все же идет оттуда, история. Так вот, тот, кто первый понял, что можно с творцом, с создателем установить контакт снизу, а творец, он же сотворил всю природу, он же сотворил... Творец и всесильный это одно и то же, просто разное его, как сказать, разное его проявление, вот так можно сказать, проявление. И Авраам был первый, который установил с творцом связь, назвал его Господином, и он понял, что если ты с ним соединяешься в одно целое, то тогда он для тебя меняет природу. И вот здесь об этом написано в седьмом, в седьмом отрывке второй главы, написано так, что... Уцпон лейшарим тушия, что он сохраняет для прямых, прямые это те, которые прямо с ним установили контакт. Само слово Исраэль, оно в нем есть корень Яшар, Яшар ле эль, связь, вот это прямая связь с Богом. Но Исраэль, это название, это слово в потенциале, то есть мы говорим Шма Исраэль каждое утро, Шма Исраэль, услышь Исраэль. Мы как бы себя пробуждаем и говорим, войди в то состояние, в котором ты вообще про Бога помнишь хотя бы. То есть встань, услышь Исраэль, то есть мы себе обращаемся, вот утром еще глаза закрываем, чтобы отключиться от всего, от всей связи с окружающим миром. Вот так и говорим, Шма, услышь Исраэль, пробудись, понятно. Так вот, если бы пробудиться, написано здесь в седьмом отрывке, что Бог сохраняет для вот этих вот прямых, которые с ним вышли на прямой контакт, тушия, тушия это, объясняет Малбим, это волшебные влияния, которые в принципе они запрограммированы, в каждом поколении они уже запрограммированы. Но возникает вопрос, кем они запрограммированы, почему именно мироздание идет вот так, как оно идет, а ответом на это является, что они запрограммированы теми людьми, которые были с Богом на контакте только в предыдущих поколениях. Что имеется в виду? Адам решен, первый человек, с кем Бог соединился, первый человек, Бог перед ним провел всех животных. Он сказал каждому животному, он дал имя, дал форму, дал структуру этому животному. Он был соучастник в сотворении того мира, в котором мы сейчас живем. Авраам Авину, который с Богом соединился, и Бог говорит, все, вот я теперь с тобой на контакте, и эту землю наследуешь ты, он говорит, земля, на которой ты находишься, наследуешь ты и твое потомство. Авраам Авину, наш праотец Авраам, который был с Богом в одном целом, он говорит, бэма эда ти эршена, он говорит, как я узнаю, что я ее унаследую? Он говорит Богу, ну, типа, докажи, он проявил сомнения. Бог ему на это отвечает, 400 лет будут твои потомки изгнанниками в чужой земле, и будут их угнетать. То есть, один вопрос Авраама, он вызвал потом 400 лет изгнания в чужой земле, из них было 210 лет египетского рабства и так далее. То есть, каждый раз, когда человек приближается к Богу, то есть, он с ним соединяется, то он в этот момент своими мыслями, словами и поступками, он в этот момент создает и для себя, а если это человек влиятельный, он создает и для своего потомства, и для вообще людей вокруг, создает новый формат жизни. Так вот, здесь написано это в седьмом отрывке, что он сохраняет для прямых, для тех, кто с ним соединился, туши, вот эти волшебные влияния на каждое поколение, Маген Лев Хейтам, и он защищает тех, которые идут в чистоте с ним, то есть, есть такие люди, которые с ним соединяются с Богом, и они просто уже при жизни, они, соединившись с ним, уходят в какую-то новую реальность, и в каждом поколении есть 36 скрытых праведников, есть 30 людей, которые, как Авраам, являются источниками божественного влияния на мир, это есть такое прям запрограммировано, а я Ие, сказал Бог Аврааму, я буду, был и буду с тобой. Так, Ие слово, его числовое значение 30, и вот в этот момент их разговора, который описан в Торе, было вложено, что в каждом поколении будет 30 таких вот источников, как Авраам, через которые будет идти божественное влияние вниз на этот мир, материальный мир, на мир действия. Да, очень интересно. Теперь дальше, восьмой отрывок. Восьмой отрывок звучит так. Значит, восьмой отрывок второй главы. Звучит он так. Линцор, Архот, Мешпад, Ведера, Хасидав и Шмор. Значит, будет он охранять тропинки правосудия, сохранять тропинки правосудия. Ведера, Хасидав и пути, пути хасидов, Хасиды, это те, которые делают больше, чем нужно делать, он будет оберегать благочестивых. Значит, здесь, ну здесь, смотрите, есть, каждый человек, он как такая матрешечка. Каждый человек, он матрешечка такая, да. В нем есть тело. Тело, это внешняя часть, даже нет, тело, это еще не внешняя часть матрешки. Тело, это одна из внутренних матрешечек, потому что сверху на тело человек надевает одежду. Одежда, бегет на иврите, это, бегет, это тот же корень, что предательство, левгод, это обмануть, предать. Так вот, одеждой человек покрывает свое тело, и он хочет показать, проявить себя не тем, кем он является. То есть, он прикрывает одежду, ну, тело-то он прикрывает, у человека голое тело, если мы посмотрим голое тело, очень неказисто выглядит голый человек. То есть, вообще, очень такая, как, ну, не червячок, но такая, как обезьянка без шерсти, такая, очень беззащитная. Беззащитная, то есть, вообще, человек без одежды, он выглядит очень беззащитно. Да, то есть, когда хотели, например, унизить, вот, например, там, ну, кого-то, да, их заставляли ходить голыми. То есть, ты голый, ты вообще, ты не человек. То есть, вот этот вот статус, когда были люди, которые в статусе, и они потом хотели унизить другого человека, они его заставляли раздеться, что ты ниже, чем я пол. То есть, одежда, это человек заматывает себя, и чем более важный человек, тем больше он на себя надевает одежды, да. То есть, если мы посмотрим важные люди, там, например, главы правительства, он их галстуком себя затянет, у него одно лицо видно. Ну, вот, если мы посмотрим, у глав правительства, да, у него только лицо вот такое вот видно, остальное все у него в одежде. Так вот, это внешние части матрешечки. Потом у человека внутри есть его интеллект, размышления о себе, у него есть у человека какие-то идеи о мире и так далее. Дальше у человека есть душа, и эта душа, она, она находится вообще в другой реальности, в другом мире. То есть, она к этому миру, душа, она не имеет отношения, она находится в другом совершенно пространстве. И вот, когда, например, Урельштерн или кто-то другой, он, он говорит себе внутри, все, вот есть Тора, я буду жить только по Торе, только моим поведением в этом мире руководит Бог. Все, никаких других нету. Люди, меня не волнуют, даже я сам себя, мое прошлое, мои какие-то старые мысли, меня не волнуют. Меня волнует только мишпад. Мишпад это, это то, что Бог сказал, как правильно себя вести, не только в выполнении заповедей, но и с людьми. Написано здесь в восьмом отрывке, что Бог сохраняет тропинки таких людей. Те, кто в отношениях между людьми, друг с другом, руководствуются божественными заповедями. Мишпад это то, что, хожен мишпад, это, ну вот, законы поведения между людьми. Если человек выбирает для себя, что я буду идти только по, вот, как Бог сказал в отношениях, так я и буду. В Итера, Хасидав и Шмор, а есть благочестивый, это тот, который говорит, а я буду делать больше даже, чем Бог повелел. Я буду вот во всем людям уступать, я буду во всем давать им больше и так далее. Вот здесь мы имеем обещание от Бога, что тот, кто, тот от царя Соломона, от имени Бога. Значит, что тот, кто руководствуется в отношениях между людьми божественными законами, Бог того охраняет, и тот может не опасаться. Дальше. Девятый отрывок. Вот это очень интересно. Значит, здесь нам рассказаны модели, вот в этом отрывке, в девятом, показаны модели взаимодействия между людьми. То есть, если ты принимаешь на себя внутреннее стремление, мы идем от начала второй главы, полностью, чтобы ищешь ты близости к Богу, как люди ищут серебро и сокровища. Если ты принимаешь на себя в своей жизни, в отношениях между людьми, руководствоваться божественными законами, аставин цедоку мишпа, тогда ты поймешь, то есть, а, мы уже учили, что от Бога, что Бог даст тебе хохма, ми пив, да, тут, вона, из его рта от Бога идет и сообразительность, и логика. И тогда у нас идет, к чему мы придем, девятый отрывок. Тогда ты поймешь, цедок, это когда, как действовать выше закона, то есть, давать больше, чем требует закон. Но почему, а зачем вообще такое понятие, делать больше, чем требует закон, то есть, Бог сказал, делай так, зачем делать больше, да, выполнять больше, чем Бог сказал, выполнять. Мера за меру, то есть, тот, кто хочет от Бога получать больше близости, больше любви, он идет через, то есть, человек сам создает ту реальность, в которой потом он оказывается. И тот, кто хочет находиться с Богом в более близких отношениях, он делает больше, чем Бог хочет. Тот, кто хочет с Богом находиться в нормальных отношениях, он делает то, что Бог хочет. Тот, кто хочет просто с Богом находиться в отношениях, но чтобы, знаешь, ты про меня забудь. Да, я живу тут своей жизнью, я по основным моментам, я стараюсь быть с тобой, но хотя бы на меня особо внимания не обращаю, у меня тут есть свои дела. Это называется BDM, то есть это считается, что выполнил, то есть это нижняя граница такая, да? Ну, а уже ниже этой границы грех, зло и так далее, у зла тоже есть оттенки зла, они есть. Теперь в девятом отрывке Бог нам говорит, тогда, если ты стремишься прийти ко мне и берешь на себя, что ты будешь действовать по мишпату между людьми, по правильному суду, тогда ты поймешь, как это работает, поймешь ты вот эту справедливость, поймешь мишпат, поймешь мейшарим, поймешь самый прямой путь, золотую середину, то есть идет, в принципе, стремление идет к золотой середине. То есть нужно, когда ты понимаешь, как все работает, тогда нужно стараться идти по золотой середине. Почему? В любом виде деятельности есть профессионалы и есть любители, в любом виде деятельности. Профессионалы, с одной стороны, у них больше денег, у них больше признания, но каждая их ошибка, она иногда стоит им жизни. То есть, почему? Потому что, когда ты сильно на виду, когда у тебя клиенты, например, какой-то мастер стремился, 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 стал супермастер, и сейчас он царю делает какую-то работу, и ошибся, что ему будет? Убьют. Обычный мастер, он сделал, ошибся, он такой средний мастер, но так он не починил, так в худшем случае он не получит деньги. То есть, когда ты понимаешь и крайний путь, вот этот цедек, и мишпат, как должно быть, тогда ты поймешь, и мейшарим, тогда ты поймешь и золотую середину, и средний путь. Кольма Агальтов, и поймешь, ты также, Кольма Агальтов, каждый окружной путь к добру. Здесь он нам говорит, смотрите, есть окружные пути к добру, например, Яаков Авину, праотец Яаков, Яаков, само имя Яаков, оно от слова эков, пятка, и еще обогнуть, обойти. Когда он получил благословение от Ицхака, от отца, то дело было так, он, было два брата, был Исав, был Яаков. Яаков был младше, Исав был старше. Старший сын, он должен был получить от отца духовное благословение, в каждой семье старший сын, он служил Богу, и он от имени семьи был посвященный Богу. Теперь я, Исав не хотел, Исав был бандит, такой преступник, который хотел только этого мира. Ему Яаков, который был праведник и цадик, он ему говорит, продай мне, пожалуйста, первородство, тебе же оно не надо. Он говорит, мне оно вообще не надо, все. И продал ему первородство. Значит, Яаков стал, получил вот этот статус священника, и начал служить Богу, потому что он и так служил Богу. Потом отец хотел передать материальное благословение, которое он получил от Бога, Ицкак получил благословение от Бога, и на власть над этим миром, и на духовную силу. И он видел, что Яаков, он духовной силой и так владеет, и Исав, он не знал, что это произошла продажа первородства, и он говорит, я сейчас Исаву передам власть, и передам Исаву власть и управление этим миром. Значит, у него был расчет такой, что Яаков будет служить Богу, Исав будет властвовать над этим миром. Исав это как родоначальник европейских народов, основатель Рима. Интересно, что Исав, его потомки основали Рим. И было задумано Ицхаком передать Исаву власть над материальным миром, а Яаков должен был заниматься Исраэль служением Богу. Теперь, но мать Римка, которая была их мать, она получила, когда они были еще у нее в животе, она получила пророчество, что старший будет служить младшему. То есть, она получила пророчество от пророков, и она понимала так, что если сейчас отец Ицхак даст благословение Исаву, то он тогда не сможет, Исав, ну то есть, ее пророчество не сбудется. И она Яакову сказала, чтобы Яаков переоделся в Исава, ну там интересная история, почитайте, как это все было, сейчас как раз глава идет Талдот, где все это будет, сейчас недельная глава, именно об этой истории. Так вот, интересная вещь в этой главе, что иногда, иногда можно идти к добру окольным путем, иногда можно человека обмануть, чтобы ему сделать добро. Например, если вы знаете, что какой-то человек, он заболел, и если вы ему скажете, что он заболел, он умрет или, не дай бог, закончит жизнь самоубийством. Можно его обмануть и сказать ему, что его ситуация лучше, чем он думает, чтобы он не закончил жизнь самоубийством? Наверное, можно, потому что если у тебя добрая цель спасти жизнь человека, то тогда получается, что ты идешь к этой цели обходным путем. То есть, вот здесь написано, что если у тебя будет, при каких условиях ты можешь идти обходным путем к добру, если у тебя есть стопроцентное стремление к Богу, если ты взял на себя выполнение божественных заповедей, если ты все это изучил, и ты понимаешь, где есть суд, где есть благочестие больше суда, где есть золотая середина, и только тогда ты можешь идти к добру обходным путем, потому что ты знаешь, первое, что такое добро, твое намерение, оно искренне к добру, твои знания, как это делать, они обширны, и тогда, говорит, Кольма Агальтов, ты тоже познаешь. Весь окружной путь к добру ты тоже познаешь. Вот на сегодня мы заканчиваем, давайте подведем итог, что первое, самое главное это намерение, самое главное это намерение, то есть то, что внутри человек себе говорит, для чего он что-то делает. Если намерение это служить Богу, намерение приблизиться к Богу, намерение идти по пути добра, которое Бог установил добром, не то, что я себе придумал добро, а то, что настоящее истинное добро, это намерение. Второй этап, ты должен это намерение выразить. В чем выражается это намерение? Прежде всего в молитвах и в твоем внутреннем намерении, твой стержень, то есть ты знаешь, куда ты идешь глобально. Я иду к Богу, хочу выполнять заповеди Бога, хочу молиться, молюсь только Богу, Создателю мира, и хочу от Него узнать, как правильно все работает. И тогда, тогда Ашем и Тен Хахмама учили, Бог даст тебе и божественную мудрость, Он даст тебе и логику, и понимание, и даст тебе правильные законы, которые мы сейчас с вами и изучаем на этих уроках, и вообще на всех уроках портала ВАИКРУ. Но главное изучать это, изучать, повторять, запоминать, делиться, делать выводы. То есть это не просто послушал, послушал это хорошо, но дальше, чтобы эти семена, которые входят в нас через знания, они проросли плодами, нужно что делать? Повторять, 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 повторять и применять. Все, повторяйте, применяйте и пусть будет на вас божественное благословение, на всех хороших и добрых людей. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.